приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про аукцион который сейчас еще идет последний лот еще работает на него можно делать ставки этого z111 модель 6 в этом видео расскажу свое мнение про танки в аукционе в целом про этот аукцион но вначале покажу трех победителей по 500 золота из youtube и два победителя по 500 золота из vk видео если вы играете на рубай регионе тоже можете принять участие в розыше золота пишите комментарии в конце не забывайте никнейм но если хотите получать золото стабильно просматриваемые стримы можете подписываться на vk play life там во время стрима можно зарабатывать баллы канала за которые можно получить золото и так что хочу в целом сказать про аукцион который сейчас вот идет 1 по 3 сентября первое что мне не понравилось это то что все лоты сразу стали известны их сразу показали во первых это убило всю интригу и какой-то ажиотаж во вторых количество видосов которые можно сделать про это событие сразу уменьшается не нужно каждый день делать видео про тот танк который сейчас в аукционе на мой взгляд это первое упущение в этом аукционе и я думаю что этот аукцион быстро забудется и станет неактуальным как и танки которые в нем можно получить теперь второе что мне не понравилось в этом аукционе это сами лоты которые в нем есть это те танки которые можно получить за 20 тысяч золота минимум за 15 миллионов серебра минимум ну и последний лот минимум за 15 тысяч золота к слову первый лот тл-7 прем пт-шка американская 9 уровня за 20000 золота минимум танкиста это не разобрали танкисты поняли что но им не надо да и сумма большая хоть и золото сейчас в игре подешевела но это танчик оказался не нужен поскольку во-первых танкисты уже давно наверное прочухали что прем девятки практически все не очень во-вторых было понятно что и этот танк тоже слабый но и в-третьих он дорогой а зачем оно им надо если одни минусы 0 плюсов просто потому что это танк эксклюзивный на 6 месяцев а зачем эксклюзивно на слабом танке 6 месяцев мучиться можно не эксклюзивно через 6 месяцев дешевле помучаться или просто на нем вообще не мучиться бесплатно также танкисты разобрали 10 тысяч т-42 за 15 миллионов серебра минимум ставка была они разобрали и ставка поднялась минимальная до 18 миллионов чем-то то есть т-42 разобрали все 10 тысяч некоторые танкисты горят для коллекции по фигу шон слабый некоторые говорят что потом обменяют его в трейды не и так далее внимание вопрос слабый танк со слабым пробитием на основном снаряде как на нем от фармить то серебро которое вы на него потратили зачем вам танк в коллекции слабы на котором вы не будете играть зачем вам тратить столько серебра чтобы потом еще и доплатить чтобы у вас его забрали на другой слабый танк обменяли здесь танкисты конечно своим умом просто блеснули так что я просто обалдел да конечно у некоторых людей серебра очень много им нечего с ним делать но это проблемы экономики даже если у вас много серебра я все равно не понимаю это танк вам зачем то есть для вас серебро настолько не имеет никакой цены она для вас просто как пыль какая-то что вы готовы такие суммы отдавать чтобы танчик какой-то бесполезный взять вы представляете насколько серебро для некоторых игроков обесценилось вообще насколько круто экономику продумали что мы пришли к такой ситуации ну и третий танк который сегодня еще у нас тут 3 сентября актуален грубо говоря это вз 111 модель 6 я поиграл на можете посмотреть как я играл на канале запись есть и на вк play life и на твиче и на ю тубе на ю тубе без музыки на твиче на вк play life с музыкой по параметрам кажется что это танчик неплох но когда я параметры его смотрел меня немножко смутил ли цифры стабилизации там было 20 чем-то если бы у танка была альфа огромная я бы согласился что такая плохая стабилизация еще очень долгое сведение это нормально но танка альфа всего лишь 360 а такая точность сведения и стабилизация как будто бы как минимум 440 стрелять абсолютно неприятно и чтобы ты не ставил на точность все равно и сведение и стабилизация душат стрельбу если на сведение и стабилизацию ничего особо не стоит там прицел на пол экрана сведения получается вообще там 2 и 7 если допаек не ставить там всеми правдами и неправдами максимум можно сведения разогнать до 2 и 3 2 и 4 и точность 033 там 034 032 там если прицелы смотря какие ставят до пайки 13 перков экипаж но стабилизация все равно ужасное сведение все равно долгое альфа 360 всего лишь до дпм неплохой но чё понтус этого ведь от альфы всегда играть было легче и так будет всегда поскольку танчик еще и медленно разгоняется это все-таки тяж и как по мне из плюсов у него только то что башня бронированная да вот если стать против семерок и восьмерок от башни в позиционке долго перед вами стоят враги что-то там тупят вы их просто расстреливать и окей никакой другой ситуации больше нет когда ты можешь на этом танке хоть что-то нормально поиграть поскольку корпус у нас отвезли 111 лбом он танкует крайне плохо нлд огромное пробивается супер легко если танковать бортом то там всего лишь 80 миллиметров между гусеницами и под экранами до экраны толстые но они всего лишь тонкую часть борта закрывают если стрелять посередине ниже экрана между гусениц там вообще тонко и под передним катком боеукладка которая часто ломается поиграл два часа на этом танке я чуть не уснул это было крайне скучно и неинтересно поскольку танк обычный во всем в нем вообще ничего интересного нет так он еще и слабоват сейчас в прем магазине и в ветках исследования есть танки которые продаются за 11 тысяч золота и в патче 1.22 6 сентября некоторые уберут и они лучше чем этот танк и они продаются уже давно всего лишь за 11 тысяч всего лишь потому что сравниваем с этим который стоит 15 так это еще не окончательная цена если 5000 танкистов поставят то минимальная ставка вырастет этот танк может быть даже больше 15 а 15 тысяч золота если покупать за рубли то это 2340 рублей я на нем бесплатно на пресс-аккаунте поиграл с 13 перками ставил различное оборудование там и фиолетовое и розовое и что там только не ставил и инструкции и мне на танке не было приятно вообще и не интересно и это было бесплатно теперь представьте если я за него еще отдам 2300 это просто жуть какая-то и зачем он мне нужен да я понимаю что типа я зажрался но кто к такой ситуации привел не я сам себе в этой игре выдал все самые имбовые танки на основной аккаунт разработчики дали мне возможность купить или получить в марафоне очень много имбовых танков на основной аккаунт после чего вот такие танки мне стали не нужны вообще да это танк плюс-минус сбалансированный у него есть одна яркая сторона один огромный плюс все остальное посредственное но зачем мне танк с одним плюсом если у меня есть такие имбовые прям танки которые просто в разы сильнее они просто это танк сотрут в пыль не глядя огромное количество прям танков имбовых у меня есть зачем мне вот это эксклюзивно за 15000 на шесть месяцев чтобы оно мне понравилось оно должно быть уникальное интересное с каким-то необычным геймплеем еще и на уровне остальных имбовых прям танков иначе оно мне ну как оно мне может быть интересно когда мне десятки прям танков имбовых в ангаре стоит и не я к этой ситуации привел и ничего с этим поделать я не могу да этот танк самым слабым не назовешь ни первый ни второй не третий но они нафиг не нужны пока огромное количество имбовых прям танков есть тем более часть из них вообще можно бесплатно в марафоне получить этот танк актуален возможно для тех у кого на аккаунте ничего нет но зачем покупать вот это если на постоянке за 11000 продается лучше и там хотя бы выбор есть какой-то здесь просто один танк выбор из одного короче мне аукцион не понравился вообще в нынешней в такой игре такой аукцион не актуален он не нужен он не интересен он скучный еще и все лоты заранее открыли это полная лабуда вот такое мое мнение про аукцион я думаю что уже 4 сентября про аукцион все забудут как и про эти танки которые в этом аукционе были пишите свое мнение в комментариях с вами был Варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока